Скажите, кто вы, откуда? Меня зовут Александр, я с вами уже разговаривал. Так, разговаривали, когда было это? Вы где живете? Где-то по... Я из Америки. С Америки? Ну как. Так, у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Ну, конечно, не против. Я живу. Я должен спросить. Так, я слушаю вас, говорите. Как вы нас нашли? С какой целью? Видите, у вас всё есть, время есть, а памяти нету. Вы не помните меня? Нет, ещё память. У меня каждый день наплыв 500 человек, а иногда больше тысячи. Мне нет, нужно запоминать. Я спрошу, и всё. Ну ничего, я вот говорил с вами, да, вот... И после вашего разговора я решил растить бороду. Так вот, 4 месяца уже. Вот. Тем более, был без борода, а сейчас бороду. Это совершенно другой человек. Как бы я вас узнал? Так, о чём мы с вами разговаривали в прошлый раз? Мы с вами разговаривали, о чём мы разговаривали, это не помню. Ну вот. Ну вы мне рассказывали про бороду, как там, что надо делать. Ну вот, я вырастил. Вы видите, вы не помните меня одного, а вас, вы-то у меня не один. У меня только роликов 17 тысяч 800. Как бы я помню. 17 тысяч 800. Так, я слушаю, пожалуйста, говорите. С какой целью пришли? Первый вопрос. Просто звонить. Похвалиться бородой. Хорошая борода. Приятно смотреть. Ну вот, хорошая борода, ничего не трогает. Не надо трогать. У меня смеются, родственники. Да. А я вот растю, бороду. А она будет, какая надо. Ни одной волосинки не трогайте. Получите благословение Божие. Я не трогал ничего. Так, я слушаю, говорите, что... Я не могу сказать. Что-то замыкает там маленько. Да у меня запись идёт тут, вот ещё что. Да, может из-за записи. Да, может. Так у меня борода растёт, вот усы не растут нормально. Ну как будет? Вы же не мусульманин. Да нет. Хотя за мусульмана принимают постоянно. Ну вот. А сейчас мусульмане там в Америке, в Европе, полно идут туда люди. Европейцы. Не, ну да, не, я по нам ничего не имею. Они просто, ну, много, когда встречаю с мусульманами, там, они говорят, салам алейкум, брат. Я говорю, ну, алейкум салам, да. Я не знаю, чего отвечать нам. А чего им отвечать-то? Они вот выходят на нас. Я в чат-рулетке часто беседую с ними. У них духовное состояние примерно у 90 с лишним процентов нулевое. Никакого. Я мусульманин, дальше ничего не знает. Я показываю Библию. Вот так вот. Я говорю, мы пришли в чат-рулетку свидетельствовать о Боге. О великой радости, что Иисус умер за наши грехи. Воскрес. А мы верим, он пророк. Я говорю, откуда вы верите-то? Вот это показывает, ещё книга. Ну да. Коран. Я говорю, считай, что написано. Ни один не может. Я говорю, а тут баран. Такой же, как мы. По-церковно-славянски ничего не понимают. Ой, вау. И главное, в интернете там они чат-рулетки. Это такой садом есть открытый. И сидят кучами. Я говорю, а вы зачем здесь? Вы знаете, я чат-рулетку скачал благодаря вам. Но я туда сколько не ходил, и вас там не нашёл. А не найдёте? Получается, с вами там свидетельство. Да. Я говорю, вы зачем здесь? Ну вот это познакомиться. Какой знакомиться? Я вам расскажу, зачем вы здесь. А зачем? Я говорю, у тебя дома разрешается иметь четыре жены. И за каждую колым платить надо. А здесь ты пришёл сорок четыре, голые и даром. И вы, я говорю, южные жеребцы пашите на северных кобылах. Ну да. А вас это, сейчас рулетки блокировали когда-нибудь? А один раз, кажется, на другой день. Вот так я написал. Там что-то было написано. Кажется, ну люди не понимают. Я говорю, наш такой-то ресурс в Ютубе, сайт. Я это написал, больше ничего не было. Ну, пожаловались кто-то там лиходеет. Ну, а мне сразу открыли. В этот же день буквально открыли в другом месте. А то две недели держали они. А они, главное, деньги, чтобы были. Ну, я не... 730 часов. Ну, оно бывало часто. Я вот что-то там разговариваю. Сзади где-то там телевизор на работе включили. А они посчитали, что я телевизор людям показываю. И всё, типа, ты показываешь не то, что надо, и заблокировали. Разблокировали. Ну, ладно, думаю. А это на две недели... Это на две недели только. Через две недели автоматически разблокируется. Ну, да. А или нет, чтобы 10 долларов платить. Да, 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 да. Ну, не стоит того. Так как 10 долларов жалко, как... Не хочется данные свои давать, карточку с банка там. Всё, не хочется давать. Я же не знаю, кому оно пойдёт, кто будет им пользоваться там. Да. Не, не надо платить. А там другие открываются. У них где-то 68 каналов по разным странам. Любую. Открывай тогда после этого. И зайдёшь без всяких денег. Ну, да. Но я решил вам в скайпе позвать. Я с вами разговаривал 6-7 месяцев назад. Может, больше даже немножко. Но вы как был, так не изменил. Какой был молодой, такой остался. Такой, так... А разве мы не в скайпе здесь? Вы всегда одинаковые. Ну, я одинаково молимся мы. Благодарим Бога. Мы встаём 4-40. 4-40. Всегда. Выходные, разности нету. И чтобы к 6-ти часам, мы уже заканчиваем. Помолились. Почитали. Я здесь в интернете. Я в Союзе. А чё-то у вас в руках такое? Чётки, чётки. Стоп. 100 поклонов. О, насчёт чёт. А чё-то значит чётки. Вот я вижу часто у вас чётки. А чё-то значит. А это значит, вот я пальцы могу пересчитать. Сколько поклонов делать? Сколько обязательно надо? Ну, можешь и не делать. Но это как-то централизует человека. Чётки есть у всех. У христиан, у мусульман, у буддистов. Нет ни в кого. В моём обществе, где я, это вообще не принимают. Иконы, чурцы вообще не принимают. Ну, это не... Я считаю, что это пресноватые. Я на самом деле, я так не считаю. Но может, общество, откуда я, считается. Ну, это еретики. Я хочу выйти... А они еретики, и поэтому у них всё. Так, а что это такое? У меня есть кольцо. Я не понял, что... Дева Мария кольцо. А что это такое? Дева Мария кольцо у меня есть. Я не видал такого. Можно такие носить, нет? Не знаю. А где носить его? На пальцы? Убарка персим. Ну, я считаю, что это... Туда-сюда крутят, и мы где-то задевают. Считаю, что не надо это делать. Икона, она на одном месте водружённая. Ровно стоит. А так крутить, где попало, это же не игрушка. Да, ну, не знаю. Я его одеваю и часто постоянно хожу. Ну, я своё мнение... Вы меня спросили, я сказал. Я вырудирую. Я считаю, это неприлично. Образом крутить, вертеть и где-то задевать. Да. На кольце ничего никогда не было? Вообще нет? Да. Я говорю, на кольце. А что вы сегодня делаете? В отход? Да. Что делаем? Ну. Ну. А что именно делаем? Ну, вы сейчас работаете, что-то делаете. Голубей кормите или... Может, я вас прервал от чего-то? Ну, сейчас я в городе нахожусь. А тут снег выпадает. Во дворе немного помогаю. Кормлю голубей. А на посередине захочуете? Нет, не бываем. Только до 10 июня. Так это вы там временно только, да? Четыре месяца там я бываю. С 10 июня по 10 октября. А что там сейчас происходит? Там скотину держат. Там же люди живут. Ученики в школе учатся. Государственная школа. Мало правды, но... А остальные скотина кормят, поят, доят. Привозят сюда раз в неделю. Или даже в две недели один раз. Сливки продают. Мясо. Да. Вау. Я что-то думал всегда, что вы живете в Потеряюке. Нет, нет. Я в последний раз где-то видео смотрел. Я в Барнауле. Вы говорите, что вы не в Потеряюке. Я в Барнауле. В Барнауле. Алтайский край? Как? Алтайский край? Алтайский край. Алтайский край, да. Ну, а у вас мед хороший? Да. Может быть, лучший мед в России. За ним гоняются. Это лекарство. К нам в Америку вроде бы привозят мед с Алтайского края. Но я не верю, конечно. Потому что целое там медро стоит 50 долларов. Но это дешево очень для меда, который будут с России переправлять в Америку. А может, столовая ложка у него только есть? Да. Я когда в Америке ездил, и вот тот, который... Он сейчас митрополитом. Орлов, Антоний. Никита Пиоктистович. Ну, ему там больной какой-то заказал мед привезти. И мы ночью его везли. У него большие были, такие как ведра. Ну, в каждое ведро это ведра два, наверное, входит. Ну, и он так карту положил на руль. Вот так, на руль. И ночь, нигде никого нету. Одна дорога там сельская куда-то. Видно, справа там загорожены лошади. Вам слышно меня? Да, 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 я слышу. И вот он положил карту на руль-то посмотреть. Никита Пиоктистович. Сейчас он митрополит Антоний, Орлов. Только маленько проехал. Ну, и там разделительная сплошная линия. Он ее туда и сюда. Ну, глядит на карту. Чак. Полиция. Откуда она ночью на проселочной дороге? Я по сей день понять не могу. Но останавливает. Он мне говорит, в карман руку нельзя делать. Нельзя, это очень опасно мне. Ну, я вышел из кабины. Выйдите. Мы вышли, я руки прижал, вот так стою. Они его спрашивают, по-английски, конечно. А он по-английски знает, преподаватель английского языка. Спрашивают, почему дорогу пересекли. Он говорит, я на карту вот так смотрел. Я не знаю, где этот старик живет слепой. А они ему сразу показали, куда ничего, ни штрафа, ничего не было. Показали, куда. Ну, он вышел, а тут луна. Он взял это мед-то вот так, тащить-то. А у него ручка оторвалась, и мед пролился прямо на дорогу. Ну, один-то этот, большой такой ведро-то, на два ведра, которое понес. А я остался справа. Лошади пасутся. И тут мед лежит. Он чистый такой, и я мед пальцем собираю и ем. В Америке. Луна светит. На дороге. Это где было в Лос-Анджелесе? Да. Я не могу сказать, где это было. Но я думаю, недалеко от Лос-Анджелеса. Потому что у него там квартира, и я там был с ним. Ну, а вы знаете, в Америке, если тебя полиция остановляет, то лучше, если спросить потанцевать, лучше потанцевать. Если руки в кармане будут, или куда-нибудь полезешь, застрелив просто. Да, да. Я считал про это. Просто здесь свободное оружие, все могут носить оружие. Да. И когда тебя милиция остановляет, ты просто обязан руки на руле держать. Если нет, они просто... Ему он скажет, они же как здесь делают. Они, в случае чего, они стреляют прямо на поражение. И они, каждый раз, когда стреляют, они не хотят тебя ранить или там в ногу. Они сразу в ногу. Чтоб ты потом, в случае на суде, чтоб ты ничего не наказал. Да. Просто здесь, ну... Я не знаю, здесь в полиции лучше не шутить. Но у меня, слава богу, 10 лет, да, первый раз меня остановили. Мне было 17 лет. Мне сейчас 27. Первый раз меня остановили. Мне дали штраф 530 долларов. Я превысил скорость. И с тех пор меня больше не остановляли. 10 лет. Интересно. Я, короче, не на путь, я был неправ. И все, я больше не нарушил. 10 лет спустя ни одной аварии, ни одного типика, ничего. Я читал, в Америке полиция остановила человека одного. Оказалось, бабушка за рулем сидит. А она ехала слишком тихо. Других задерживала. И оказалось, ей, кажется, 80 или 90 лет. И у ней прав нету. И она всю жизнь ездила, ни разу не остановили. Да, 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 такое есть. Я слышал, но этой бабке, ей дали права. Так как она 50 лет отъездила за рулем без одного штрафа. И ей государство выдало права. Без теста, без ничего. Я слышал об этом. Мы ездили там через Анды, переезжали. И как к горам подъезжаешь, там сзади весы, справа где-то. Ты на весах должен взвеситься. Если у тебя лишний вес, ты должен в склады сдать его, потом возьмешь. Иначе подниматься тебе не поднять. Они заботятся. А это при кистом каким-то ездили, с дальнобойщиком, да? Ну да, мы ездили за грузом. Гуманитарная помощь. А почему вы сейчас в Америку не приезжаете? Да нужды никакой нету. Я побыл там, и мне уже неохота ехать. Серьезно? Здесь же столько погиблых людей. Здесь люди в вас нуждаются. Ну я там был, я много ездил и проповедовал. Даже по голосу Америки в Вашингтоне выступал. В Вашингтоне, я в Вашингтоне живу. Вот. Там Виктор Потапов, знаете, нет? Виктор Потапов? Да, радиокомментатор, православный священник. Не знаю. Я в Вашингтоне живу вот только-то. Я, может, не знаю. Я у него был, и мне подарили они тогда, это было в 92-м году, компьютер. А когда я был в Нью-Йорке, мне подарил там один Кондратюк, отец Арсений, архимандрит. Двенадцать томов, двенадцать томов Иоанна Златоуста. Это чемодан полный. Ну и у меня то или другое брать. У меня выбора-то нету. А целиком не берут, груз большой. Я говорю, ладно, компьютер я когда-то куплю. А это нету. И я привез с Златоуста. И когда летели над морем, а внизу какие-то огни, то ли корабли, то ли остров какой-то. Я вот так прижал чемодан. Думаю, если самолет упадет, да хоть найдут кто-то. Златоуста-то определят, кто ехал. И Вас прозвали Златоуст, да? Да. Да, я видите, я слежу за Вашими видео, каждый день смотрю. Говорят, просто так, скучно. Думаю, дай включу. Я смотрю, не голубей Вы кормите. Кстати, вот голубей, Вы держите голубей, да? Да. Какая польза? Никакой. На мясо? Никакой пользы нету. У меня песня написана. Голубь-габлубка, я с детства люблю Вас. Польза от Вас никакой. Вы беззащитны, не клюнете клювом. Об этом особой строкой. Да, но вот меня швагрой держит голубей. Ну, блин, извините. Ну, вот никакой выгоды, только вот убыток. Постоянно тратить деньги на акула. Да, 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 да. Ну, а цветы человек растит. С какой целью-то? Никакой. Это красота. Я влюблен в эту красоту. Он продавает, деньги зарабатывает. А голубей что продавать? Удобрение разве что продавать? Ничего не продается с них. А удобрение он просто вываливает и все. Дело в том, что у нас один фермер есть. У него есть пшеница, которую он отрабатывает. И отходы бывают там, раздробленная пшеница. И он мне дает. Я за это не плащу. Я за голубей не заплатил ни разу за всю жизнь одного рубля. А, то вам просто так приходит? Да, мне дали. Я их даже развел. А пшеницу, проще, мне дают. Я за них не плащу нисколько. Просто я люблю. Ну вот здесь люди держат аквариумы, рыбы держат. Да. У них тоже никакой подписи. Да. Вам легче встает, когда вы придете там, покормите их, поговорите с ними. Вам для души лучше? Да, лучше. Я с ними молюсь вместе. Я захожу и говорю, голуби, вы знаете, что Христос воскрес. Они вот так голуби, голуби, на бок. Я им начинаю про Бога рассказывать. Я им проповедую. Слушают, да? Слушают. Ну да. Написано, проповедуйте всякой твари. Христос послал. А голуби, это тварь. Ну да. Тварь с крылами, да? Да. Он Серафим Саровский, он медведю проповедовал. Да. Да, медведь приходил, из руки ел. Есть и такая, в Библии написано, не бросайте святыни псам. Что это, значит, что это имеет в виду? А это имеется в виду. И псам, говорит, и свиньям. Псами называются неверующие люди совершенно. А свиньей называются верующие, которые живут грязным образом жизни. Если они не принимают, ты отойди от них. Не проповедуй им. Один-два раза сказал, говорит, еретика после первого-второго разумления отвращайся. Вот об этом. Например, мне, да. Я бывает, ну как говорить, я вроде верующий, да. Но где-то, может, когда я согрешу, и вот мне проповедуют люди, да. Которые меня знают давно. Я говорю, ну что ты мне проповедуешь? Я Библию знаю. У меня отец был пастырем. Ух ты какой. Я Библию прочитал несколько раз. Мне не надо проповедовать. Чего ты мне проповедуешь? Это считается, что эти люди бросаются святыми в псам или нет? А кто пёс-то? Это вы? Если я пёс не проповедую. Нет. Ты так, и как сказать? Он даже проповедует. Я его всё равно послушаю. Я знаю это. Я 57 лет проповедую. Но если он говорит Слово Божие, я шапку сниму и буду слушать. Говорит Господь Бог. Ну а если одно и то же постоянно проповедую? Покайся, покайся, покайся. Ну ещё сказал это. Мне говорить не будут. Потому что они верят, что я живу по-христиански. Западе не нарушаю. И покайся, мне не будут говорить. Если они скажут иконы, я покажу, что они богохульники. Иконы это образ Божий. Повеление Божие сделать их. Бог повелел сделать. Насчёт икон, да? Да, насчёт икон. У меня много спор было с людьми. Это просто. А насчёт бороды, то каждый день на работу прихожу, когда только... Американцы, всё нормально. Для американцев это классно. Но в любой день, когда я с русским, с украинцем встречаюсь, у тебя борода, шов тебя, чё ты не бросишься? Я говорю, как чё не бросишься? Я говорю, я себя не... Ну, говорю, ты выбритый, ты обесчестил себя. Да. А я говорю, у меня борода растёт, говорю, зачем мне брить? Да не, побросься, ты что, как на человека не похожий. Понятно. Значит, давайте, давайте остановимся. Если они это сказали, скажите, на человека не похож. Сотворил не я себя, Бог сотворил. Твоя хула на Бога падает, ты богохульник. Христос с бородой, пророки с бородами, апостолы с бородами. Откуда ты взялся? А чё ты тогда волосы стриёшь, если ты хочешь... Написано, если мужчина растит волосы, бесчестие для него. А они неверующие, эти хохлы. Через Украину вся зараза идёт. Потому что вот этот разврат из Америки идёт. Ну, вот здесь нас повыбревается, выбреется такой, ходит. Он блестит, салом намазал или чем-то он намазал. Ну, бреется что-то. Он неверующий, он искажает образ Божий. Как неверующий? Он там чуть ли не диакон в церкви? Как неверующий? Он сейчас считает самым верующим человеком в мире? Как неверующий? Я говорю, если он нарушает заповеди, написано, неверующий представляет Бога лживым. А это Бог сотворил. А он говорит, что ты что делаешь? Он неверующий. Он не верит в Слово Божие. Мы не сами по себе. Псалом 138 об этом говорит. Кстати, у меня ещё есть к вам вопрос насчёт татуировок. Если человек верующий покаялся, и у него есть татуировки, имеет ли право верующие его осуждать за его татуировки? Ну, он не должен показывать и хвалиться, по крайней мере. Не, ну, если человек не хвалится, но они у него есть. Ну, пускай есть. Это прошлая жизнь. Но как? Должны относиться к людям с татуировками? Никак. Вот у меня, допустим, знакомый есть, и он то ли перчатки надевает, а если дальше никак, а другой, наоборот, показывает всё. Написано, не делай надписи на теле твоём. Господь говорит об этом. Книга Левитов предупреждает нас. Ну, вот если в человека татуировки, например, верующий, Христа там наколол себе крест, что он в этом Библии говорит? Когда он наколол? Когда уже верующий был? Нет, когда бы он не верующий, но наколол. Ну, наколол, ещё не... Есть способ, выводят. Дорого платят, но выводят. Пускай выведет. А нет, значит, пусть закрывает. Хвалиться не надо этим. Ну, а если он Христа наколол, и там написано, например, спаси и сохрани на плече там написано? Нет, нет, нет. Разница. Господь не делает никакой разницы. Это его храм. И на храме писать ничего не положено. А, например, с крестом ходить можно? Где? Вот он, нательный крестик у меня. Вот он. Вот он маленький. Его видно где. Всё. Может быть, я его ношу, может, лет пятьдесят. А на груди может только священник. Ну, можно на теле крест носить? Цяпочка золотая с крестом. Можно ходить? Можно, если его не видно. Ты крест должен спрятать. Можешь носить и на золотой цепочке. А крест осветить в храме. Да, но вот мне, у меня сейчас, вот я хожу постоянно, у меня крестик есть. Ну, крест у меня довольно-таки большой. И говорят, меня называют отец Александр. Ну, что, это неплохо. Я не священник, я так называю. Я не знаю, что говорить людям-то. А ничего не говори. Я вот в тюрьме был, ко мне все обращаются. Отец Игнатий, отец Игнатий. А я говорю, я не священник. Ну, папа и врагушки, видать. А другой там попал священник за растление малолеток. Ну, он Зосима звать его. А ему кричат, Мишка, иди сюда, тебя зовут. Заключенный это быстро покажет. Я говорю, я не священник. Нет, батюшка, вы священник. Ну, да. Я проповедую, целыми днями молюсь, а он сидит и играет там в карты или домино. Ну, да. Ну, да. Понятно. Ну, ясненько. Все понятно. А вы это, в чат рулетка часто? Каждый день. Почти каждый день. А вас не смущают там вот голые тела, которые выходят? Ну, все, я их упрекаю. Считаем Слово Божие. А которые тела голые, то они прям мелькают, и все, я их и не вижу. Да, но вас, как, ну, совесть не осуждает, вот вы увидели голую женщину. А что она меня будет осуждать? У меня такое же тело. Если она остановилась, обычно мелькнет, и я его не могу видеть. А если остановится говорить, я им говорю сразу. Да нет, жарко. Я говорю, а зачем надел маску? Холодно. То жарко, то холодно. Это генский огонь вас ждет за это. Я их так проберу, они оденутся. Ну, да. Я видел, недавно было видео, там, где так жестко девка какая-то сказала, что Бог не сидел в чат-рулетке, ну, и, короче, это. Я думаю, вы запомнили эту фразу. Они там смеялись с вас. Ну, это жестко бывает. Ну, таких нам, ну, не знаю, ну, за их молиться надо, за таких людей. Ну, понимаете, что, зачем вы здесь на меня, а за тем, что я врач, и меня Господь послал. А нужду во враче имеют больные, нездоровые. А врач-хирург режет тело, он не смущается. А гинекологами работают. Не смущается? Ну, да. С одной стороны, так, да. Да. Понятно, понятно. Ну, смотрите, я переживаю за вас постоянно. Вот Никиту вспоминаю часто. Где Никита ваш пропал? Он что, от вашей общины отказался, отрекся или где он делся? Ну, он уехал, уехал, как отрекся. То он сейчас пишет. Вчера только написал, где батюшка, какой мой... А он на Украине, Борис, он вчера только прислал, куда батюшке деньги переслать. А что, он такой богатый, что уже деньги переслал? Ну, не богатый, десятину платит. Десятину, видимо, отдаёт. Я не знаю, не спрашиваю. Да? Вау. Да. А он бороду ещё не сбрил? Да нет, конечно. Он и не коснётся её даже. Он образовал там отдельный чат, занятия ведёт по интернету, по Библии. По блаженному фифилакту. Надо поискать отношения. Никита, вы как молодой, я не понимаю. Сколько ему лет, кстати? Тридцать. Тридцать лет, Никите, да? Он был здесь, его в армию только брать, он приехал. И уезжал, когда уже кончился срок, теперь его в армию не возьмут. И он уехал. Он спался здесь пять лет. Пять лет был их был? Да. А он вам как сын родной уже стал? Ну, так. А у вас дети есть вообще? Свои родные? Вот он ходит, сын. Роднее даже некуда. Как его звать? Да это праздный вопрос. Это не надо. Он занятый. Он работает. Землю там копает сейчас. Утепление дома делает. Да, но я в шоке. Вы там так работаете. Как говорится, невзирая на возраст. Ну, как? Мне 27 лет, я не знаю, хотел бы я так работать. Я работаю и так по 14 часов каждый день. Пять дней в неделю. Ну, вам с вашим, ну, с возрастом так работать, я не знаю. Откуда у вас еще сила берется, не знаю. Знаете, лишний вес не надо иметь. Лишний вес. Вот у меня рост метр семьдесят два. Шестьдесят четыре килограмма. Да вы мне об этом говорили в прошлый раз. Ничего у меня не получается. Америка, шо, шо не ешь, мэн? Один раз в день ем. Один раз. И все равно поправляюсь. Даже, даже не хочу больше на эту тему говорить. Сколько уже не, ну, сколько уже не пробовал, не получается. Надо работать или какая-то что-то там, чтобы ты пропотел раз пять в день. Дело в том, что я работаю, да, я на полу, на коленях лазаю 14 часов в день. На коленях я полы, я полы делаю. Знаете, может, Майкрософт. Ну, конечно. Что такое? Я на Майкрософт... Так, минутку, подождите маленько. Подождите. Говори. С миром. Это Иван Верхович. Я понял. Помолитесь, я вас добавлю. Постоянно на него на протяжении всей жизни смотришь, как лошадь и вина. Ну, я знаю, знаю. Мне это приходится переносить. Ну, и что? Мы для этого и призваны. Господь говорит, наверное, меня будут гнать и вас. Меня слушали, вас будут слушать. Аминь. Аминь. Я другое не могу и советовать ничего. Надо простить Господа и терпеть. Враги нам лучшие друзья. Против меня только роликов в интернете. Примерно 220 роликов запустили. Только заблокировать мне пришлось 13 тысяч человек. И ничего, я живой. Ну, все, и так ему скажи. Ну, с Богом. С Богом. Все. Меня знали и вас будут гнать. Пускай не боится. Пускай проповедует. Ну, нападает на него, он священник. Его сильно травят. А он здоровый такой, лишний вес. И он трудно переносит. Когда спускаем один раз, то и не будут говорить. Ну, что интересно. Одно время, когда его тут запретили в служении, это, и он приехал, у меня на квартире здесь был. Здесь. И он, у него пояс большой. И он пояс, ну, не пояс, а ремень. Так он на три дырочки уменьшился. О, да? Вау. Да. Он пойдет на стройку работать. Утром не завтрак, а берет с собой один ломоть хлеба. И до следующего дня. У меня в лагере были дети, которые излишний вес. Ну, и я создал, называется, галактическая диета. Вот, кто хочет, мы скамейки вот так, за столом, а одна против, поперек как бы стоит в стороне. Кто хочет, во время обеда садитесь на эту скамейку. Вам дадут сухари. Брать один сухарь и кружку компота. Кто хочет, садись. И которые полный вес садились, это все полезно было. Ну, один парень худенький и полез. Я говорю, тебе наоборот надо повышенную норму давать. Вы такое едите? Никогда. Я такое даже поросятам не дам. Да ладно, серьезно, что ли? Конечно. Макароны? Да не макароны, потому что мясо в Америке, оно все со свининой. Да я не знаю, но, блин. Я знаю, я запретил даже в дом заносить вот эти вещи. Вот я мясо... Вот смотрите, Александр, Александр, вот мы живем здесь. Я больше 50 лет мясо в рот не беру. И мне это не во вред. У меня никаких болезней нету. Ну, там, Бог вроде бы разрешил нам есть мясо, нет? Можно есть, все разрешит, но я не ем, потому что это мне не полезно. Я быстро начинаю поправляться. Ну, я если мясо не ем, я просто не мощнее, я не могу. А какое там мясо, сосиски, там что мясо есть, что ли? Вы знаете, излишний вес, 4 причины. Давайте, на пальцах загибайте. Первое. Почему лишний вес? Слушай внимательно. Я работаю вторую и третью смену. Первое, первое. Прихожу, перед работой есть не могу, потому что не могу работать, когда поем. Прихожу с работы, наделся и пошел спать. О, вот этого делать нельзя. Ты до сна должен пропустить минимум хотя бы 2 часа. Да я не могу так. О! Поэтому православных у нас 4 поста, у вас ни одного нету. Еретики вы. Не, ну я согласен, да, но... Как иначе жить-то? Понимаете, вы в 3 раза моложе меня, и у вас здоровье хуже, чем у меня. А вы не забывайте, у меня 5 тюрем за плечами, морозилки, еще со мной не делали. Ни одной таблетки не съел еще. Да? Да. А за что вас в тюрьме садили-то? За проповедь, за Евангелие, за распространение Слова Божия. Я насчитал 50 книг, а распространил на пленках. И насчитал архипелагу Лас-Солженицына. Брал интервью репрессированных. Написал стихотворение про Ленина, Иуда и назвал его. У меня стихотворение 4 тома по 800 страниц. Откуда у вас такие познания-то? Бог дал. Вы вообще зачатые от плоти или от Духа Святого? Вы не брат Христа? Он так и называет нас братьями. Вот знаете... Мне можно просто на вас смотреть и учиться. Знаете, я... Александр, слушай внимательно. Есть такое стихотворение у Евгения Евтушенко. Он перед смертью уехал в Америку. Там преподавал 84 года, жил или 6. И он говорит, для этих людей жизнь желудочно-кишечный тракт. Добавочными ужинами бредите. Вы знаете, у человека самые сильные мышцы где находятся в теле? В желудке? Нет. Рот, щелюсти. А самые слабые где мышцы находятся? Наверное, не знаю. Большая, большая... Слепая кишка последняя. На выходе пища, когда с человека выходит. Самые слабые мышцы. Разве там слабые? Да, самая слабая. Мне кажется, там у меня самая крепкая. Так она, мышца-то не работает. Она в таком виде, только лишь бы кольцо зажать. Вот я когда обратился 57 лет назад, а работал на стройке. Работать с отбойным молотком, бетонные работы, плотники, полы настилать. И я не знал. Спрашивает, обедал или нет. Я не мог ответить. Я не знаю. Я как будто бы накормленный, я сытый. И не знаю, обедал я или нет. Вот мы, наверное, курили что-то. В рот не брал, нет. Вообще не курящий. А на воскресенье взял Библию, ушел в лес. И когда стемнялось, я на березе гнездо свел из веток-то, и там ночевал, обнявши Березу и Библию. Утром встал, туман стелется, и я на березе, как шимпанзе, сижу с Библией. Ну да. А как вы вообще сейчас живете, да, в этом, как говорится, современном мире, да, без телефона такого крутого, без Фейсбука, без Интернета? Так я этим-то не звоню. Крайним-крайним случаем. Где-то машина застряла или что-то. У меня денег нет ни на что. Я получаю в месяц, по-вашему, 118 долларов. Это в месяц? В месяц. Блин, я за полдня больше зарабатываю. Ну извините, я не хочу хвалиться. Так вы учтите, что за первые три месяца в году я ни одного доллара себе не взял. Да. А у вас есть какой-то счет пожертвования там здесь пожертвовать? Да, есть. А где его найти-то? А я скину. Но если вы что-то пришлете, если пришлете, то у меня я иду сразу в банк, и получают, у кого много детей, я даже отпечатка на валюте не делаю. А сразу забирают. Да. Незнакомые люди мне на телефон скидывают деньги. И когда накапливается, тысяч десять, я отдаю многодетным, они снимают и возвращают пустой. Тысяч десять рублей или доллар? Десять тысяч рублей. А. Когда кто-то посылает, и я не знаю, от кого ко мне деньги посылают. Вот на телефон. Бывает, в течение года, тысяч двенадцать накидывают. Я деньги не вижу. Я отдаю телефон, люди снимают и уходят. Да. Как так? А вы вообще, ну, пока вам даймите какие-то, ну, какой-то прибыли или нет? Нет, ни копейки. У меня прибыли нет ни одной копейки нигде. Ну, как? Ютуб же должен деньги платить за ваши видео. Кто-то платит. Люди знают, что я делаю пользу, и находятся люди, которые платят. Ну, у меня есть несколько Ютуб-аккаунтов, да? Ну, мне когда-то... Сейчас не слышно, что-то у вас там... Я говорю, у меня несколько Ютуб-аккаунтов есть. И мне когда-то присылали, Ютуб присылал мне чек на 150 долларов за то, что рекламы выставляли на моих видео. Ну, у меня несколько тысяч просмотров всего лишь было. Ну, у меня просмотров 43 миллиона. За 43 миллиона вам 43 миллиона долларов нужны? Нет, ни рубля. Никогда не брал и не возьму. Так, а вы специально не хотите брать или вам просто не дают? Мне дают, я не беру. Так так, да, почему так? Да потому, я не нуждаюсь в этом. А они стараются, они мне разрешают у них быть на Ютубе. И я считаю, что я просто не обязан брать. В администрации, может, кто-то что-то берет там? Ну, так вы это берите, купите себе дом там нормальный, машины, наверное, яхты. Пускай патриарх плавает. Так, Александр. Например, если не надо эти деньги, то это ваши же, вы же их заработали, вы же можете их взять и платить. Мы сейчас ни о чем говорим. Еще вопросов нету, я вам отхожу тогда. Я вам сейчас скину все. Чего вы так злитесь-то сразу? Ну, я отхожу тогда, давайте. А что так сразу? Ну, я не сразу, потому что у меня времени нету. У меня тут работа идет. И вчера мы в воскресенье, каждую группой выходим, сейчас рулетку. И теперь я должен свое закачать и в центр отправить. А там составляют ролики. Как беседовать с московскими. Игнатий Тихонович, было приятно с вами познакомиться, пообщаться. Давайте, с Богом вам. С Богом, Александр. Храни себя. Бороду не трогай, не прикасайся. Мясо... Никогда. Мясо старайся не есть. У вас лишний вес будет, будет сердце болиное. Зачем вам это? Береги себя. Я сейчас знаком его, это, побеждаю. Все нормально. Ну, ладно, с Богом. Отошел.